Здравствуйте, гость Судака. Вот мы опять находимся в зоне капселя Тавриды, понимаете, и вот как бы это какой-то непогожий день, какой-то не всем приятный. Смотрим о том, а что произошло вот за год. Таврида развивается, проект сделан, прошел экспертизу. Как это все делается, непонятно. Ну, так нужно, значит, понимаете. Поэтому все помогают Тавриды, видишь, она была, и армия помогать будет. А вот то, что происходит здесь, мы говорим два года, но все-таки тут кооперативы, дачи, не знаю еще, ну как-то же надо это все благоустраивать. Надо и собрать людей этих, понимаете, в зумышеской прекрасной зоне, да. Ну, эти решения, как, дорога должна быть сделана. Должен был устроен там буренный этот ужас весь, потому что сюда же люди поедут, со всего Союза, со всего мира поедет. Я думаю, нам пора уже наше руководство города, собрать здесь всех людей, тут живущих, не совсем бедных, как-то организовать, чтобы это как-то благоустроить, понимаете. Или как-то сплошной сеткой засадить или что-нибудь, чтобы эта улица не была видна, на решение того объекта, который будет иметь правовое значение. Вот мы ехали, обратили внимание, по всему городу где-то три года назад установили водохранные зоны, да, то есть металлическая труба хорошая, это и везде. Вот мы ехали от Олчака, я обратил внимание, что сейчас стоят железобетонные столбы, стоят, понимаете. Красивые, новенькие, краской пахнут. Рядом с металлическими столбами, понимаете. А что я тут обнаружил почему-то? Водохранная зона раньше была посреди территории загороженной Антавриды, а сейчас что-то этот столб вынес прямо на набережную. Вот я не понимаю, я в свое время занимался, что говорит, водохранная зона. Это зона, где вообще-то ничего строительственники невозможно, тем более капитальные. Там, чтобы было построено, да, оно будет находиться, ломать не будут, но и оформлять не будут, пока она сама не уничтожится, да. А что-то происходит такое, то есть получается сегодня, что Тавриде удалось, молодцы, конечно, переместить водохранную зону, что вообще-то это невозможно. Но, кажется, все возможно. Вы же не прав, дайте, пожалуйста, органы у вас разъяснение в газете, а что и как делается, и с какой целью. И даже деньги какие идут, понимаете. Я знаю, сколько стоит без трубы, я знаю, сколько стоит погода, металл или куб бетона. Чьи это денег, кто платил, за чего, за какой бюджет. А вот все-таки Таврида начала строиться, ваше мнение. Вы же вначале, Митя, со мной были немножко против Тавриды. Вы знаете, как-то мы встречались с людьми, которые что-то могут решить, понимаете. Мы когда общаться собираем, говорим, нам говорят, вот давайте так договоримся, мы готовы с вами сотрудничать, мы вам верим, вы нам доверяете, мы вам тоже. Все вопросы к вам Тавриде. Вот понимаете, а что удивило? Ну, не то, что удивило. Ну, все мы люди, понимаем, по чьей гиды делают Таврида. Нужно, не нужно. Ну, да, польза есть, конечно, да. Поэтому Тавриду никто не способен остановить, и не надо, может, ее останавливать. Но к Тавриде должна набережной все благоустраиваться. Нам Таврида обещала, что она всю набережную сделает, проходную каждый год сделают. Но, конечно, не делают. Сейчас строят объект капсисты, где будут очередные апартаменты. Вот самый итог. Непростые люди поселятся. Ну, пускай селятся. Сначала сделайте им набережную хорошую, чтобы мы могли сегодня ходить, любоваться, и простроить очистные осторожения. Их нет. Понимаете? Вот сейчас выберет 212 миллионов, чтобы фирма уже есть приедет, чтобы обеспечить отведение стоков, понимаешь, Тавриде. Узнать, а куда это отведение идет? Наши старые очистные перегруженные или новые будут? Эти информации никто не знает. Ни власти знают, ни ваканалов, ни отчей никто ничего не знает. Все боятся, сейчас тоже должны смотреть. Но чего мы боимся? Они же не враги. Они делают эти вещи нормально. Поэтому мы мнение все поменяли, понимаете? Но оно должно все комплексно быть. Вот там растет, и тут растет, пожалуйста. А это дело городской власти, городского совета, понимаете? Это они должны заниматься вопросами. И с нами, и так далее. Прийти сюда, собрать 2 года. Соберите людей, соберите их дачников. Тут полно москвичей других. Поговорите, найдите общий язык, в конце концов, а? Хочешь что-то сделать, что-то высадить где-то тут, понимаете? Чтобы потом расслопанить. Тавриде же нет как помочь. Никаких движений. Мы говорим, Тавриде по соглашению должна была в декабре, 35 декабря оформиться, как бы, свою деятельность у нас в налоговой инспекции, чтобы деньги в бюджет пошли. А до спорта ничего нет. Вот я попросил... Так все-таки, Тавриде друг или не друг? Я считаю, не можем сказать. Я скажу так. Вы понимаете, никто, я не самый смелый, но не может быть Тавриде врагом, где ее, как бы, ну, как бы, не только покровительствуют, помогают главные люди нашего государства. Понимаете? Значит, там ведь некогда делать, чем нам. Если не посчитали, что лучше разграбить, дать на разграбление лагеря наши советские, понимаете, это наша столица, Сифербургский район, да, позволяет делать безнаказанно. Что будет в Тавриде, если первые люди государства России, понимаете, только курируют, помогают и так далее? Ну, что делать? А то, что скажу, я не одобряю или одобряю, я не хочу, понимаете, идти сделкой своей совести. Сначала не одобрял, но сегодня нельзя сказать, что это все кто-то поломается, это невозможно. Оно будет строиться, может, в перспективе, когда уже меня не будет, да, мне стыдно будет с того света, что я в свое время был противник отводил, противник. Никогда в жизни бы город, мы понимаем, а территорию бы не освоил, не освоил. У меня был Таврида, были бы другие, как бы она хуже, чем Тавриды. Эти хоть подконтрольные государства, хотя бы больше и подконтрольные. Поэтому, хотим и не хотим, мы хотим все-таки, чтобы она развивалась вместе с городом. Я против того, что Таврид развивается без очистных, без мощностей по воде, без мощностей по свету, понимаете. Мы же, когда Таврида работает, у нас город садится по свету, это же не годится. И дамы, и я сейчас говорю, что неправильное решение, но сначала запустить было очистное сооружение, водоснабжение, электроснабжение, и Таврида начинает строить. Это было по уму, это как положено делать. Как сделано это, это нехорошо. Вот, собственно, что я могу добавить, да ничего. А то наше молодое поколение, самое перспективное, что собирается летняя шабаша десятка тысяч, понимаете, здесь, я не знаю, как бы польза есть. Конечно бы любое поколение, не самое передовое, с удовольствием поехало потасоваться возле моря, а чего бы нет. Вот потасоваться вот там, где территория прекрасного лагеря отважной, или лесной, да, что гробятся, или там весело заброшенные, да, вот там нет желания почему-то наше передовое поколение. Вот это, вот это непонятно, понимаете. Спасибо.